Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, и мы продолжаем наше выживание в игре Outlaws of the Old West. В прошлой серии мы с вами построили дом, обзавелись нашим первым верным спутником, приручили лошадь, немного поохотились. А в этой серии мы с вами продолжим выживание, но я вам расскажу небольшую историю. И разработчик, конечно же, не был бы настоящим разработчиком, особенно игры в раннем доступе, если бы одним из патчей ее не сломал основательно. И это произошло в этой игре, в том числе. Игра была сломана, и мне пришлось немного поменять место, перестроить наш дом. В принципе, я восстановил все то, что у нас с вами было в предыдущей серии. То есть у нас также есть конь, колодец, станок для шкур. Построил я примерно такой же домик. Давайте сейчас покажу вам внутри наполнение. Ну, плюс-минус, все то же самое. Единственное, что вот есть станок у нас для производства оружия и пуль. Но с этим пока сложнее. Почему? Потому что нужно еще очень много там освоить в этом производстве. У меня еще не все есть, не все умею, не все понимаю. Построил вот такой камин интересный. На нем можно готовить пищу, но не более того. Можно зажечь для красоты, пускай немножко погорит. Вот такая вот у нас с вами обстановочка тепленькая. Наковальню построил. На ней можно ковать подковы. Какая-то форма для изготовления стекла. Я пока не знаю, как это работает, но мы со временем разберемся. В этой серии мы с вами отправимся на охоту. И не на простую охоту. Как в прошлой серии мы не будем красться подолгу к животному. Мы с вами отправимся на крутейшую охоту прямо верхом на лошади. Будем охотиться на животных, не слезая с лошади. Так, она у нас привязана. Давайте сейчас ее отвяжем. Что ж, отправляемся. Поохотимся немного. А далее немножко здесь с вами по хозяйству поработаем. На самом деле игра сломалась довольно-таки здорово. Вот вы, если помните, в прошлой серии я добывал деревья, руду. При каждом ударе добывалось что-то. Сейчас, точнее вот в предыдущем патче, который установили, один удар дает добычу, остальное все идет в холостую. Игрок не качается, персонаж, ничего не происходит. В общем, довольно-таки основательно сломали игру. И, как вы можете заметить, персонаж у меня немного лысый. Почему? Это интересно. Я на форуме вычитал в стиме, что персонаж... Если создать персонажа лысым, то якобы есть прирост фпс. Я, честно, не знаю, я не заметил, но я на всякий случай пересоздал персонажа и перестроил заново наш домик. И, внимание, у нас впереди первая добыча. Что ж, давайте начнем ее преследовать. Охота на лошади на самом деле очень интересное занятие. Вот смотрите. Догоняем животное, но... Проблема в том, что нужно реально очень-очень... Точно целиться. Иначе он постоянно беляет, олень. Очень тяжело его догнать. Настичь. Плюс к тому, если мы просто будем скакать, то олень от нас убегает. А если... На шифте, то мы его обгоняем. То есть тот самый момент, когда... Ты бежишь медленнее, чем персонаж идет. И идешь быстрее, чем персонаж бежит. Ну или как-то так. В общем, не знаю. Запутался я немножко в этой формулировке. Надеюсь, вы меня поняли. Так, ну что ж, продолжаем нашу охоту. Наша задача набить как можно больше шкур сырых, чтобы немножко подкрафтить тебе классные одежды. А то мы босиком бегаем до сих пор в штанах, да в бандане. Что ж, настигаем еще одного оленя. И начинается охота. На самом деле, довольно-таки крутой способ. Если правильно им пользоваться, то проблем с добычей животных в этой игре вообще не будет. Это не то же самое, что подолгу красться к животному. Это уже серьезное преимущество в охоте. Ох, пять сырых шкур. Обалденно, это очень круто. Ищем следующую добычу. Вот дождик, конечно, немножко не в тему. Я еще подкрутил графики, чуть пореже сделал траву, чтобы максимально убрать лаги из игры. Но ранний доступ все-таки есть ранний доступ. Поэтому приходится его немного терпеть. Ничего не поделаешь. Так, хорошо. А у нас здесь некий домик. Интересно, а чей это домик? Этот домик похож на мой, по-моему. А ну, давайте подойдем, посмотрим. Это интересно. Я однажды просто здесь... Да, действительно, мой домик. Значит, получается сервер... Угу, все, мне стало ясно. Сервер не создается заново. Это тот же самый сервер. Так, какая наша лошадь-то была? Нет, наша была с вот этим пятнышком. Точно помню. Так, а ну-ка я секунду взгляну в опции, а то мне что-то не нравится. Нет, сенса нормально. Давайте ставим эту лошадь здесь. А на наши уедем. Слушайте, недалеко... Это очень здорово. Недалеко есть еще один наш домик. Это интересно. Запомним, оставим его здесь. И продолжим нашу охоту. Воу, а вы посмотрите, кого я встретил. Вот это на самом деле класс. Ох, я сейчас вам покажу действительно крутую вещь. Там три бандита. Я уже таких бандитов встречал. И сейчас мы с ними зарубимся. Зарубимся, постреляем. Патрона у меня хватает. 28 патронов есть у меня, потому что я уже встречался здесь с бандитами. Единственный момент, какой-то живучий бандюк у попался. Посмотрите, не хочет помирать, гад. Шесть патронов всадили в него, а ему хоть бы что. Есть. Один готов. На самом деле проблема, знаете, в чем? Что мы сейчас сольем все патроны на бандитов. Это плохо. Я бы патроны поберег, потому что вещи-то хорошие. И пока мы не можем их производить. Мы сейчас с вами их победим из лука, я вам гарантирую. Так, есть один. Посмотрите, с двух рук дает, а. Какой, какой герой. Ты что, не перезаряжаешься вообще никогда? Серьезно? Красиво. Трех бандитов покарали. Прекрасно. И получаем с них патрончики. Еще один револьвер. Здорово, здорово. Хорошее начало. Охота на славу удалась у нас с вами в этой серии. Прекрасно. Давайте посмотрим, что из них получилось добыть. Угу. Вот такой вулканик. Вулканик, значит, что у нас? Дмэйдж 15, а у нашего... 12. А ну давайте посмотрим, как этот вулканик выглядит. Ох, какой, посмотрите, красавец, а. Золотой, серебряный, все сразу. Классный ствол, обалденный. И урон у него неплохой. Отлично, но мы с вами продолжим охоту с луком. Сейчас мы поохотимся немного на оленей, потому что на них охота довольно-таки простая и не опасная. А далее мы с вами сходим вот на того товарища, красавца. Бизон, американский бизон настоящий. Ну что ж, начнем. Отлично, еще один олен в копилочку. На самом деле их нужно очень много животных, потому что с них добывается сырая шкура, сырая кожа. А из нее, в свою очередь, можно добыть. Точнее, не добыть, а изготовить уже конкретно кожу, непосредственно из которой применяется во многих крафтах. Ну что, настало время тяжеловеса. Но эта охота не такая. Смотрите, какая это охота. То есть не мы уже за животным бегаем, а животное бегает за нами. И приходится немножко здесь... Да, на самом деле довольно сложно вот так вот ездить. Но стамина может кончиться. И у нас тогда настанут действительно сложности серьезные. Да, в какой-то момент бизон начнет убегать. Нет, нет, это не этот момент. На самом деле, нужно подбодрить немножко, когда он начнет убегать. Вы только посмотрите, сколько он требует стрел. Немыслимое количество, на самом деле. Прекрасно. Добыт американский бизон. Давайте посмотрим. Вот такой красавец. И с него, на самом деле, мы получаем очень много сырой кожи. 12. Вдумайтесь просто в это. 12 сырой кожи. Сейчас мы немного поохотимся, а потом пошьем себе что-нибудь классное. Конь, обалденный кожаный плащ, красивый. Надо дать немножко нашему верному спутнику, коню нашему отдохнуть. Еще один олень. Прекрасно. Ох, знатная у нас с вами охота получилась. Очень классная. А впереди есть бандюга. Ох, это шанс протестировать наш револьверчик. Наш вулкан, или как он там называется. Что, бандюга, ты готов поплатиться за свои злодеяния? А? Как тебе? Как тебе такое, бандюга? Настоящая дверь. Жесть, жесть, убегай, убегай, застрелит гад. Ну вот, на самом деле, видите, в чем проблема? Из злука перестреливаться проще, потому что, мне кажется, я бы из злука его завалил гораздо быстрее. Так, получаем деньги, получаем еще один револьвер. Да, у нас такой же есть. Точно такой же. Перезарядимся и поищем еще. В округе развелось довольно много бандитов. Они ходят уже по три. Раньше я встречал по одному, теперь они спокойно ходят по три. Так, хорошо, продолжаем. Продолжаем нашу охоту. Только, конечно же, возьмем лук для этой цели, потому что у лука у нас с вами стрелы. А стрелы возобновляемый ресурс. Стрелы пока у нас крафтятся, пулей пока нет. Давайте поставим на крафт еще пачку стрел. И хочу найти медведя. Охота на медведя тоже довольно увлекательная. Примерно такая же, как на бизона. Но от этого она не менее интересная. Вот, впереди вижу медведя. Да, черный огромный медведь, но он, по-моему, не сдается, как бизон. Он не разворачивается, в какой-то момент не убегает. Немножко подлагивает игра. Все-таки, не знаю, в чем проблема. Ранний доступ, скорее всего. Все, поехали, началось. Давай, 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 беги, беги, друг. Давай, 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 скачи, скачи. Слушайте, дерзкий Скунс. Напал дерзкий Скунс, гад. Ну ничего, Скунс, сейчас мы тебя подбодрим немного. Не такой ты дерзкий, да, уже? Не такой. Не такой. Посмотрите, медведь не сдается. Медведь бежит до конца. Просто до конца. Нереально вообще, нереально. Тяжело на них охотиться. Потому что вот каждый раз я думаю, что вот сейчас он меня точно догонит и точно завалит. Хотя с одного удара, скорее всего, он меня вряд ли убьет, но... В любом случае, страшно. Потому что я не уверен, как там с конем будут дела. Выдержит ли конь эту схватку. Вижу, вижу оленя. Отправляемся за ним. Дадим немножко отдохнуть нашему... Красавчику, кстати, можно дать имя. Нашему коню. Не знаю пока какое. Пока ничего в голову не пришло. Поэтому я еще ничего не писал. Отлично. Выстрел сделан. Теперь в погоню. Возможно, рановато я сделал этот выстрел. Но ничего, попробуем догнать его. Воу, а всего лишь две стрелы. Интересно, а что это за животное такое? Так, это какая-то лань, по-моему. Ну, по крайней мере, похоже, напоминает. Я могу ошибаться, но чем-то напоминает. Я знаю, я видел там вот вдалеке еще одного медведя за рекой, но к нему не очень хочется сейчас ехать, потому что нет стамины у лошади. Нужно дать ей немного отдохнуть. А пока отдыхаем, поищем следующую добычу. А сколько мы в итоге шкур сырых? 36. Вы себе представьте, вот это колоссальное количество. У меня столько такого богатства в руках никогда не было еще до сих пор. Но охота на лошади это что-то крутое. Действительно, очень крутое. Я прям первый раз, когда попробовал, я обалдел, насколько это классно и приятно. То есть, по сути, вот ту самую первую кожу сделать вначале вообще не проблема. Просто мы приручаем коня, потому что коня приручить гораздо легче. Ах, подожди, олень, подожди. Интересно, охотились ли так на самом деле? Я знаю, что вроде как охота с лошади, с коня, она в принципе существует. Существует такое явление. Воу, посмотрите-ка, кто у нас здесь. Красавцы какие. А ну-ка. Все-все-все, я не знаю, попал или нет, друг, поехали-поехали скорее. Тихо-тихо-тихо, опасно, слышите, надо увезти его куда-нибудь, где пошире. А то мы с вами, я боюсь, не справимся с ним. Ах, повезло тебе. Волк. Отлично. Так, у нас есть волк. Волк может сагриться. Поэтому давайте-ка мы его подбодрим заранее немного. Чтобы он не сагрился, потому что нужно залутать бизона спокойно. Шестнадцать, шестнадцать сырой кожи. Какой класс. Слушайте, а здесь целая стая волков. Угу. Интересно. Был бы у меня сейчас с собой капкан, я бы попробовал их потихонечку переловить всех. Так, что-то какая-то, какая-то жесть в наушниках творится. Давайте-ка немножко подскрутим. Ну что, еще один бизон, да? Поехали. А на-ка, получай бизон. Ой, жесть, жесть. Он прям на пятки наступает. Шутка лагает, на самом деле, игра в этот момент. Не знаю. Возможно, от скорости коня, может быть, прорисовка идет. Подлагивает неприятно. Подожди, подожди, бизон. Я не упущу тебя. Медведь опасна. Все, медведь за нами пошел. Это плохо. Красиво получилось. Слушайте, опередили его и сыграли на опережение. Прекрасно. Еще один бизон в копилочке. Ну что, мишка. И, скорее всего, отправляемся назад. У нас много еще дел по хозяйству всяких разных. Давайте сейчас немного дадим отдохнуть нашему коню. Что у нас со стрелами? 39. Нет, чуть побольше. Чуть побольше есть. Хорошо. Сейчас дадим отдохнуть и будем брать медведя. Как раз у нас к закату уже близится дело. Практически целый день охотились. Обалденно. Так, давай, давай. Отдыхай, отдыхай. Пока посмотрим на наш товарищ. Я, на самом деле, скрафтил вот такую жилеточку, но она как-то так выглядит не очень. С голым торсом поприятнее смотрится наш товарищ. Ну что, начинаем. Отлично, красиво. Слушайте, я прям приноровился это делать. Уже очень-очень классно получается. Забираем. А вы знаете, вот не единственное, я не сделал что. Я не поставил меточку на вот этот наш новый домик. Как бы запомнить, где он находится. Точнее, не новый, он старый. Я еще строил их, когда только-только начинал играть, понимать эту игру. Построил этот первый домик. Интересно, найдем мы его сейчас второй раз? Давайте попробуем. Хочу по ящикам пошарить немножко, потому что там могут быть всякие классности отложены. Ну, не то чтобы очень, но как минимум ресурсы, которые можно не собирать в дальнейшем. Получается, это все дома, которые я строил, они на этой карте есть. Но карта настолько огромная, что, конечно, вот кроме как случайно, на этот домик наткнуться специально, наверное, никак не получится. Ну, на самом деле, можно не заморачиваться, конечно. Я сейчас еще немного проеду, посмотрю, поищу. Но слишком сильно не буду заморачиваться. Где-то рядом он есть. Я знаю, если что, мы с вами его, когда будет необходимость, найдем. Так, а нам хорошо бы вернуться к нашему домику. Куда мы уехали, я не знаю. Где мы вообще находимся сейчас, я тоже не знаю. Надо было бы меточку поставить на наш домик. Но, думаю, что мы сейчас найдем. Так, о. А, вот наш домик где, да, скорее всего? Или нет? А ну, подожди, давайте вернемся. Мне просто интересно. Я, возможно, мог уехать, на самом деле, довольно далеко. Давайте на вот эту букву О съездим, посмотрим, что это за буква О. По идее, именно ей обозначен мой дом, насколько я помню. Но могу ошибаться. Возможно, второй дом этой буквой О обозначен. Посмотрим сейчас. Пока я возвращался к нашему домику, нашел интересное местечко. Давайте его вместе рассмотрим. Для этого сейчас спустимся с нашего коня и внимательно посмотрим. Нашел какую-то палатку. Я подозреваю, что это лагерь бандитов. Что ж. Предлагаю брать его штурмом. Давайте попробуем. Немножко надо подкушать. Все. Попробуем. Пока не понимаю, есть ли тут кто-то. Определенно есть. Вот они, красавчик, сидят. Есть. Все. Сагрили. На самом деле, лук мощнейшее оружие. Я не знаю, откуда у него такой адский урон. Ах, заметался. Заерзал, гад. Все. Обменялись. Забираем вулканик. Снова. И... 20 денег. Еще какой-то пистолетик нашли. Это интересно. Так, нужно еще проверять сумочки. Я не знаю, пока зачем в этой игре нужны деньги. Возможно, торговать с другими игроками. Возможно, еще. Или чего-то. Жесть какая. Вдруг. Оу. Вот это повезло. Вот это реально повезло. Перестреляли его каким-то образом. Хотя, вы знаете... Я замечаю, что здесь урон как бы такой себе. То есть, у них огнестрел у меня лук. И тем не менее, я их спокойно могу перестрелять. Так, а что у нас еще здесь есть? А, есть какой-то рюкзак. А ну-ка. Нет, это всего лишь элемент, наверное, внешнего вида. Ну что. Отправляемся к нашему домику. Возвращаемся. Я, честно говоря, не понял, как я очутился именно здесь. А давайте пока мы, наверное, рядом с этим бизончиком возьмем его. Еще разок. Еще одного. Будет у нас ночная охота на бизона. Нет, подожди, подожди, друг, подожди. Сколько он в себя стрел впитывает. Вот это мощь. Настоящая мощь американского бизона в действии. Посмотрите только. Так, проблема. Есть волки. Все, отвалил. В смысле? Ты хочешь биться со мной, волк? Ты сдурел? Не-не-не-не-не-не. О, жесть какая. Вы что? Вы что? Скорее беги, друг, беги. Они же сожрут. Волк, целая стая волков. Огромная стая. Я не знаю. Я, наверное, не выдержу. Не сдюжу, так скажем. Давайте сбросим их с хвоста. О, вы знаете, вот это да. Здоровье, конечно, восстанавливается, но это жесть. Это полная жесть. В любом случае, нужно вернуться, подлутать нашего бизончика. Жалко пропадать. Такому добру. Отлично, все. И отправляемся обратно, быстро, не задерживаясь. Волк выдержал как-то странно. Три, по-моему, попадания или больше. На самом деле, немножко удивительный момент такой. Непонятный для меня, с чего вдруг он выдерживает такое количество попаданий. С какой стати. Что-то как-то непонятно. Вы знаете, я уезжал вроде как вверх, правильно? Как мы с вами оказались внизу относительно нашего дома по карте? Вот это мне совершенно непонятно. Ладно, может я просто настолько увлекся охотой, что банально уехал вниз, но... Мы же ведь отправлялись в том направлении. Интересно, ладно. Хорошо. Так, ну что ж, приступим. Давайте-ка подбросим дровишек в костер. Пусть горит, красиво будет. Сколько оружия, посмотрите, жесть. Но вулкане, как я понимаю, лучше. Лучше всех этих, которые у нас были, которые мы поднимали. Давайте еще поставим жариться мясо, пускай жарится. Ну и, наверное, все. Теперь приступим к обработке кожи. У нас много всяких разных дел. Давайте ими займемся. Так, уголек. Зарядим, наверное, сейчас тоже здесь в камин. Где-то еще у нас сырая кожа. Вот она. 22, 65. Ох, красота! 87. Шикарно! Давайте первым делом сейчас поставим на обработку сырую кожу. Кстати, смотрите, можем пошить. Уже сейчас из сырой кожи какие-то всякие вещи. Но я рекомендую поставить на обработку ее всю полностью. Почему? Потому что мы с вами потом на швейном станке сделаем классные штуки. Классные кожаные плащи. Такие вот есть прикольные плащи, которые требуют там не так много кожи. Сделаем, померяем, поносим. Так, далее. Давайте зарядим наш камин. Будет тепло. Поставим мясо, жарится в каминчик. Пускай жарится потихонечку. Хотя такого количества мяса не нужно совершенно, но пускай будет. Так, далее. Берем с вами камни. У нас много сейчас работы, так что потихонечку поехали. Первое, что я хочу сделать, я хочу сделать хороший инструмент себе. Нормальный классный топор и хорошую кирку. Для этого нам нужна железная руда. Все, это дело у меня есть. Посмотрите, сколько я ресурсов здесь уже нафармил за кадром. Чтобы не фармить это все дело в серии, я это делаю все за кадром. Так, хорошо. Капкан. Не знаю. Пока не знаю, нужен ли мне капкан. Подождем. Далее, смотрим. А, вот что хотел. У меня есть три улья. Давайте поставим, потому что с них нужен воск, из которого делаются свечи. Поставим где-нибудь здесь. 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 Так, а я вот что-то не понимаю, сколько их ставить можно. Слушай, конь, подожди. Давай-ка мы с тобой. Иди сюда. Вот прямо вот сюда. Вот, вот сюда. Вот сюда. Иди, иди, иди. Не стесняйся. Идем ко мне. Все. И давай-ка я тебя здесь пока поставлю постоять. Интересно, я сделал три улья, но подозреваю, что ставить их можно гораздо больше, да, по каким-то причинам. Потому что, посмотрите, они ставятся и ставятся. Ну, давайте поставим пять, пускай. У нас будет здесь такая мини-пасека. Ну, ладно, пускай будет пять. Остальные сейчас просто выложим, чтобы вес не занимали лишний. Хорошо. Далее. Далее у нас с вами инструменты. Готовы. Отлично. Сразу берем. Посмотрим, давайте, как выглядят новые инструменты. Ох, какой топорища, классный. А ну, испытаем. Скорее. У нас здесь есть деревья. Последним патчем починили. Все, теперь дерево добывается как надо. О, классный топор. Обалденный. И кирку. Посмотрим, как у нас выглядит кирка. Кирка тоже шикарная. Такой киркой уже можно спокойно от бандитов отмахиваться. И не будет никаких проблем. Так. Едем дальше. Вот эти инструменты, наверное, давайте выбросим. Их в любом случае скрафтить можно в любое время. Далее. Вот это вот все дело пока тоже выложим. Все, что пока визуально нам не нужно, мы выложим. Как у нас там наша кожа? Кожа обработалась шикарно. 43 кожи. Вы только себе представьте. Давайте-ка сделаем какой-нибудь классный нарядик. Так, у нас есть вариант сделать такой. Давайте много сделаем. Всяких разных, интересных. Далее, далее, далее. А штаны? Хочу штаны кожаные. А есть вариант? Вот, кожаные штаны. Берем. Так. Теперь хочу сделать станок, который делает шляпы. Шляпы и ботинки. Вот. Вот этот станок. Нам нужно 10 досок. Доски у меня тоже есть, поэтому... Мы их просто заберем. И поставим где-нибудь этот станочек классный сейчас. Ну что, в примерочную. Давайте попробуем вот здесь. Сейчас будем примерять наши вещи классные. Ох, какой дядя. Посмотрите, стопори... Нет, не стопором. Вот так. Нужно вот так. Прям герой. Герой фильма ужасов. Какой-то маньяк с топором. С босыми ногами. Ой, какая жесть на самом деле. А ну вот этот в плач. Ну не знаю, какой из них интереснее выглядит. Мне кажется, вот этот как-то... По-новее, что ли. Штанцы. Сейчас сделаем ботиночки и шляпку. Так, хорошо. Смотрим, какие у нас ботиночки поинтереснее. Одна кожа, одна кожа. А сделаем и те, и те. Ничего страшного. И шляпа. Слушайте, шляп вариантов масса вообще на самом деле. Так, нужен хлопок. Все это у нас дело есть. Давайте попробуем. Так, так, так. Вот это нужно. Заберем еще кожу. Так, забираем ботиночки. Далее. Ну, шляпа, наверное, нужна под тон нашего площад. Скорее всего. Давайте каких-то таких вариантов разных наделаем. Вот такой вариант мне еще интересен. Так. Примерно. Давайте вот такой посмотрим. Так, не знаю. Наверное. Ну, вот такой еще. Например. Все. Забираем все это дело. Ботинки забрали, шляпы забрали. Хорошо. А давайте подождите для красоты, чтобы у нас прям ковбой-ковбой был вообще прям самый классный. Мы с вами вот так вот сделаем. Вот. А ну-ка. Так, только босые ноги меня немножко смущают. Давайте-ка ему ботинки какие-нибудь снарядим. Вот. Вот эти симпатичные. Все. Оставляем. Настоящий ковбой. Посмотрите, какой парень у нас, а. Парень то, что надо. Не поворачивался бы он еще. Цены бы ему не было. Просто-напросто. Так, следующая шляпа. Ну, это не очень. Это. Вот это тоже прикольное, кстати. И вот это ничего. Давайте вот такую оставим. Нет, вот такую. Все. Классно. Так, далее-далее. Давайте лишнее, наверное, уберем. А эти штаны надеты или другие? Да, эти. А то, что надето, оно таким серым подсвечено. Я понял. Так, так, так. Все. Хорошо. А что еще можно, кстати? Это, наверное, рубашка, да? А это жилет. Странно. Он не надевается почему-то. Ну, хорошо, не надевается и ладно. Так, едем дальше. Далее нам с вами нужно что? Построить такую интересную штуку, в которой можно делать кирпичи. Это вот такая вот каменная печь. Давайте ее построим. Неплохо бы, наверное, зарядить нам досок. Дерево у нас много относительно. Давайте-ка зарядим на изготовление досточек. Так, так, так. Ну, штучек так этак, наверное. Пятьдесят, я думаю. Все. Дерево поехало. К слову, дерево у нас потихонечку заканчивается. Нужно будет этим вопросом озадачиться. Так, а мне интересны еще вот такие варианты. А-а-а, посмотрите, нужен дополнительный ресурс шерсти, которой у нас с вами нету, по-моему, или есть. А ну, дайте заглянуть сейчас. Нет, шерсти немножко есть. Давайте сделаем вот такую жилеточку. Мне интересно посмотреть, как она выглядит. Бул-ярм. А-а-а, стоп, стоп, стоп. А, это, скорее всего, на прялке. Скорее всего, это делается на прялке, да? Стоп, а я что? А-а-а, это хлопок. А нам нужна шерсть. А шерсть... А, шерсть это овцы. Скорее всего, которых у нас пока нет, которых мы не ловили, не добывали. Хорошо. Печь готова, ставим. Печь, на самом деле, прикольно ставится. Сейчас вам покажу. Вот мы ее сейчас установим. Вот сюда куда-нибудь. К окошку. Ну-ну-ну, вот так вот, давай. Все. И смотрите. Домик у нас со стороны, как выглядит, интересно. У нас появилась труба. То есть, печь ставится, труба проходит сквозь крышу. Прикольно. Так, ну что ж, давайте теперь зарядим на ней изготовление кирпичей. 13 кирпичей. Зачем? Затем, что у нас с вами далее есть всякие разные кирпичные варианты. Кирпичная печь, кирпичная... Печь для отжига. То есть, кирпичей там, плавки металлов и так далее. Коптильня. Коптильню тоже сделаем. Мне интересно, как это выглядит. Что она нам дает в итоге. Вообще, много еще всего здесь можно делать. И мы все это с вами будем обязательно делать. Так, производство идет. Далее. 40 досок. Нет, нет, нет. А вы знаете, у нас есть вариант, по-моему, где-то построить себе шкаф. Шкаф для одежды. Вот для оружия. А вот для одежды. Нам нужно 20 досок. Хорошо, я этим вопросом озадачусь. Досок наделаю за кадром. Возможно, в следующей серии мы с вами будем строить шкаф. Сейчас давайте попробуем посмотреть. Как у нас тут дела обстоят. Воу, и мед, и воск. Прекрасно. Берем. Ой, как здорово. Слушайте, прям обалденно. Такая возня интересная. Вот эта вот вся. Вписанная в тематику Дикого Запада. Очень классно. И сейчас хочу попробовать сделать подсвечники. И расставить их где-то дома. Мяса жарено у нас очень много. Не знаю, зачем нам вообще столько мяса, но пускай будет. Ладно. Подкушаем. И водички попьем. У нас есть вот такая вот фляжечка. С собой. Которую я периодически наполняю. Так, далее. Вот. Вот что я хотел. Давайте-ка сделаем подковы. Сильвер бар. Интересно. Сильвер. Голд. Забавно. Четыре, да, скорее всего, подковы. Логично. А мед можно что? А мед можно кушать прекрасно. А он не пропадает, кстати. У него, по-моему, всегда стопроцентная свежесть. Так, воск нам сейчас пригодится для изготовления свечей. Так, так, так. А ну, смотрим. Десять воска нужно. Жесть. Вы знаете, скорее всего, мы сейчас понаставим ульев этих. Хоть они бесконечные. Мы этим воспользуемся. Потому что при таком количестве требуемого воска мы с вами просто замучаемся его фармить на самом деле. Поэтому давайте-ка мы здесь сделаем такую крутейшую пасеку у себя. Главное, чтобы они ночью нас не закусали, эти чудесные пчелы. Пчелы дикого запада, они позлее будут обычных среднерусской полосы. Так. Главное потом не забыть, какие ульи ты лутал, какие нет. Слушайте, обалденно все выглядит просто. Целая крутейшая пасека. Ну, ничего. Ну, логично. Только поставил. Так, хорошо. Далее. Что у нас с вами далее по списку? Мы зарядили на крафт кирпичи. Теперь предлагаю построить коптильню. Нужно 20 досок. Скорее всего, мы с вами сейчас пойдем на рубку леса. Или... Нет. Наверное, нет. Почему? У меня сколько-то еще леса здесь осталось. Так. И все, да? Да. Давайте сейчас зарядим. А, у нас есть 50 досок. Прекрасно. Прекрасно. Сейчас мы этим делом всем воспользуемся. И построим себе коптильню. Которая требует 10 кирпичей. Кирпичи тоже у нас с вами уже должны были. А, кирпич. Все ясно. Я понял. Кирпичи же ведь не будут делаться, потому что печь не зажжена. Ой, жесть. Вот это я лопух. Пропустил этот момент. Ладно. Сейчас все сделаем. Уголька подбросим. И поехали. Все. Кирпичики пошли. Кирпичики пошли. Печка запыхтела. А ну интересно, дым идет? Да, идет дымочек красивый. А здесь горит крыша. Слегка. А пока давайте вот чем с вами займемся. Мы с вами сейчас изготовим дверь. Наконец-то сделаем наше жилище таким, каким оно должно быть на самом деле. В нем должна быть нормальная, классная дверь. Вот это. Отлично. И давайте теперь поставим окна. Серьезно? А что мешает? А, мешает, скорее всего, ящик, да? Ящик. Давай тогда мы ящик этот вот как поступим. Я думаю, ничего страшного, если мы его просто вот так вот передвинем. Даже закроем тем самым кровать. Кровать здесь вообще никакой роли не играет. Совершенно. Поэтому пускай это будет вот так. Нет, можно, можно, можно. Отлично. Стоп, а почему она так установилась? Нет, я так не хочу. Подожди. Делит. Я хочу, чтобы открывалось в ту сторону. Да, вот так вот, чтобы открывались. Ставлю не внутрь, а наружу. Давайте-ка попробуем сейчас. Вот. Вот так вот сделать. Отлично. Ой, серьезно? Мы здесь не устан... Нет, установим. Установим. Хорошо. А здесь? А здесь не установим, потому что мешают, мешают ящики. Ладно, я этим делом займусь потом. Все это дело. Передвину, поставлю окна. Все, отлично. Ох, классная дверь. Человеческая, настоящая. Круто. В смысле? Это кто? Это кто такой смелый здесь? А ну-ка, выходи. Койот. Посмотрите, койот забрел к нам. Но койот не ожидал такого отпора. И был... Был просто уничтожен. Все. Слушайте, с койота две сырых кожи падают, как с оленя. Это как минимум странно. Посмотрите, текстурка светится от печки. Так, далее. Коптильня. Устанавливаем коптильню. По-моему, 10 кирпичей нам достаточно. Давайте еще, наверное, зарядим камней сюда. Так, ладно, хорошо. Коптильня, коптильня. Где она у нас? Вот она. 20 секунд, и коптильня готова. Смотрите, можно строить какие интересные повозки. Тоже этим делом займемся. Самогоночку можно изготавливать здесь. Интересно. Интересно. Так, я потом немного здесь перепланировкой займусь. Потому что мне, конечно, не очень нравится, что вот так это все дело выглядит. Немножко мы это потом все дело поменяем. Так, коптильня где? А почему стол? Ясно. Новые баги. Новый патч, новые баги. У нас почему-то все, что мы устанавливаем, остается в инвентаре. Хотя должно устанавливаться. И из инвентаря также исчезать. Вот сейчас мы с вами, смотрите, поставим коптильню. Не знаю, где она ставится. Внутри или снаружи. Да, снаружи. Поставим коптильню. Я застрял. Нет, 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 нет. Все. И, скорее всего, она у нас в инвентаре останется. Так, а куда мы ее поставим? Давайте где-нибудь здесь, наверное. Красиво, с этой стороны поставим. А, подождите, у нас же вот здесь есть место, да? Так, что-то мне не нравится, потому что она повиснет в воздухе. Я знаю, я уже устанавливал. И здесь вот эти вещи повисают в воздухе. Неприятный какой-то такой баг получается. Давайте вот сюда, рядом с колодцем. Ну вот, о чем я вам говорю. Она повисает в воздухе. Ну ладно, я потом найду ей какое-нибудь место интересное. Переставлю ее туда. Так, далее. Давайте что-нибудь подкоптим. Подкоптим мяса. У нас есть сырое мясо. Все, отлично. Процесс пошел. У нас везде все идет. Везде процессы идут. Все круто. Конь, как там дела у тебя? Ммм, еда, вода. Вот странно, почему он с кормушки не ест? И не пьет? Он же рядом с ней стоит. Короче, непонятно, пока механика вот этого всего до конца. А мы с вами пробежимся сейчас по ульям. Хочу просто попробовать сделать первые подсвечники. Управление такое себе на самом деле. Закрывается только одно окно, да? Интересно. Со временем мы с вами чуть побольше расстроимся. Я думаю, построим какой-нибудь домик нормальный. Мне порекомендовали в комментариях сделать отдельно мастерскую, отдельно дом. Да, мне нравится такая идея. Либо сделаем мастерскую, например, на первом этаже, а дом сделаем на втором. Ну, жилые помещения, я имею в виду, такое там с кроватью, шкафами, чтобы было все классно, красиво. А то пока у нас такое технического немножко характера все это дело. Так, мне кажется, нашему товарищу жарковато все-таки. Давайте, наверное, что-нибудь ему скрафтим. Вот, например, вот такое. Мне кажется, ему жарковато немножко. В этой, во всей одежде. А, сейчас будет еще жарче. Температура растет, потому что мне кажется, что это не очень хороший момент. Давайте вот так вот сделаем. О, какой парень у нас, а? Оцените. Оцените, какой красавец. Настоящий ковбой. Хорошо. Далее. Ох, вот это вот все неприятно. Не стакается. Ну, я думаю, что разработчики все это дело исправят. Со временем. Давайте-ка метку. Набросим-ка метку. Так, и первые, первые свечи-подсвечники. Так, есть настенный и... И на землю, да? Ну, давайте попробуем настенных сделать. Не знаю, штучек. Штучек сколько? А штучек не сколько, потому что воск. Кончился мгновенно, просто-напросто. Так, зарядим-ка еще мы кирпичей. А, вот. Все. Все, все, все. Я понял, как это работает. Надо через кирпич, а я кидаю камни туда на отжиг. Ну, я тоже делаю, вроде как, логично, правильно, но нет, так это не работает. И последнее, что мы с вами сейчас сделаем, повесим вот эту красоту. Куда-нибудь вот так вот сейчас прям поразвешиваем. А, ну да, у нас же все остается. Да, у нас можно сделать, по сути, один подсвечник, и он остается здесь на все время. Ох, какая красота у нас тут с вами вообще шикарно. Давайте-ка вот так сделаем, наверное. Ну, я думаю, разработчики-то все дело поправят. Потому что, конечно, багами пользоваться не нужно, неправильно. Но игра в раннем доступе, здесь, по-моему, в принципе, вся игра один большой баг, так скажем, пока еще. Поэтому придется это дело потерпеть какое-то время. А мне очень хочется развесить здесь эту красоту. Очень все это дело выглядит симпатично. Да, действительно, классно. Очень круто. А ну, можно вот сюда прилепить? Нет, не можно. Зато можно прилеплять куда? На какие-то столы, по-моему, где-то. Я видел вариант, да? Прилепить. Нет, нет такого варианта, не было. Хорошо. Все, жилище настоящего ковбоя. Правда, все тормозит безумно в нем. Жесть. Или не в нем, не знаю. Что ж, я думаю, что у нас с вами получилась прекрасная серия. Качественно мы с вами здорово улучшились здесь. И пасека есть, и много всяких разных новых. Построили с вами инструментов, приспособлений, коптильня, отжиг кирпичей и так далее. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры, этой серии, канала в целом. Все пожелания, предложения, все пишите в комментарии, я их читаю. И увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok